Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня у нас с вами очередное видео о покупках. Но и не только об этом. Я, наверное, открыла новый формат видео, потому что я хочу разговаривать с вами обо всем, и о косметике, и о покупках, и о важных каких-то темах социального плана, о том, что я готовлю, о том, как я отношусь к тем или иным жизненным вопросам, ну и так далее. В общем, я хочу делиться с вами всем, и мне очень интересно всегда слышать ваше мнение. Поэтому сегодня будут не только покупки, но мы еще с вами поговорим на тему, которая меня в последнее время очень сильно взволновала. Надеюсь, вас тоже. Так что мне удалось очень-очень выгодно приобрести. Это жутко дорогой Штайнберг, а так это называется, насколько я понимаю, немецкое название. Шьется эта одежда, однако в России по немецким лекалам, потому что не знаю, по какой причине она такая бешено дорогая. Стоимость самого простого абсолютно, я вам сейчас скажу, что было в составе вискозы, 96% в блузочке была 4000 рублей. Однако мне эту блузочку, кстати говоря, вот она сейчас на мне, вы можете видеть, как она выглядит. Очень красивый, конечно же, оттенок, нейтральный, нежный, хорошо все ровненько сшито, тут, конечно же, у меня нет никаких претензий к ним. Мне удалось приобрести эту блузку за 1333 рубля, потому что вчера был 14 февраля, и я получила еще дополнительную скидку на День Святого Валентина. А так, в принципе, эта блузочка со скидкой 1550 рублей стоила. Меня это очень сильно удивило, потому что там редко бывают такие большие скидки, поэтому если вы знаете, что в вашем городе есть такие магазины, я оставлю вам правильное название магазина, их сайт, вы посмотрите, пожалуйста. Это блузка 52 размера, но, в принципе, она, я думаю, прекрасно подойдет и на 54, на 56, если не очень большие бедра. Теперь мы с вами перейдем к еще более бюджетным покупкам. В магазин Твое я зашла, и там совершенно все распродается просто за копейки. Посмотрите, что я приобрела для спорта и мужской одежды. Толстовка, как вы видите, 699 рублей всего лишь, 86% хлопка, очень аккуратно сделано. Есть хорошие размеры. Здесь, как вы видите, вот такая вот отстрочка и по плечу, по воротничку. Очень-очень аккуратно, с небольшим таким начесом внутри. Может служить в качестве термобелья, на мой взгляд. Ну и также многие молодые люди любят ходить в толстовках. Следующий вариант, ну, на мой взгляд, простая, но такая очень симпатичная футболочка. Сейчас модно не отделывать рукава и карманы, что, собственно, здесь и происходит. То есть это стопроцентный хлопок, однако они не сыпятся. Вот такая вот красивая, там различные есть цвета. Ну и пока распродажа, как вы видите, она стоит всего лишь 299 рублей. Это размер 54XXL, но вполне возможно, что на 56 пойдет этот размер и больше. Мы такие футболочки приобретаем просто для нахождения дома. Ну, стопроцентный хлопок, сами понимаете, это полезно. Для тех, кому нужны спортивные брюки для мужчин и для женщин, это абсолютно, я считаю, унисекс. Я лично в таких тоже занималась в фитнес-клубе. Очень удобные, вот на такой шнуровке. Искать их нужно в мужском отделе. Они стоят 799 рублей. На них очень редко бывает скидка, потому что они очень-очень удобные. С таким же начесом, как и толстовочка, 86% хлопка тоже. По бокам есть карманы и штанины довольно широкие, длинные, что удобно и для мужчин, и для женщин. Также в магазине Твое сейчас идет распродажа на женские и мужские носочки. Три пары женские носки. Я взяла 35 по 41 размер. Они довольно хорошо тянутся, 149 рублей. И тоже три пары мужских носочков. Вот так выглядят женские носки. Состав, вы видите, 75% хлопка, 2% эластина, остальное полиамиды, 23%. Взяла вот самый универсальный размер, с 35 по 41. Они хорошо довольно тянутся. Расцветки есть разные, но они все черно-белые в различных полосочках. Конечно, не идеальная обработка внутри. Есть такие вот мелкие ниточки. Но, в принципе, за такую цену, ребята, получается, что они меньше 50 рублей стоят за штуку. Я думаю, что их просто можно приобрести много-много пары, потом выбрасывайте и не мучиться, не зашивайте. И вот так выглядят в развернутом виде мужские носочки. А в мужских довольно хорошая обработка. Вот я никаких лишних ниточек не вижу. Я думаю, вам видно это. Хорошая резинка, широкая, высокие очень, что не часто бывает при такой цене. И состав, как вы видите, тоже очень хороший. Хлопок 60%. Также вчера я зашла в Ривгош. Меня не могла не привлечь их акция. 40% скидки на ароматы, которые очень-очень дорого стоят. И мне очень хотелось один из ароматов. А именно это Монгерлен. Классическая версия. Та самая, очень серьезная, горькая, красивая, богатая и совершенно не раздражающая. Кстати говоря, очень привлекающая мужчина. Мужу очень понравился этот аромат. 30 мл этой туалетной воды обошлись мне в 2994 рубля. По чеку я сейчас смотрю. Карта дополнительно не действует, если вы приобретаете по вот такой вот скидке. Такой шикарный флакончик. Очень элегантный, красивый, дорогой, тяжелый, очень тяжелый. Боже мой! Это настолько пьянящий аромат, вместе с тем и горький, и сладкий, и какой-то совершенно нереальный. Здесь нет ничего кислого, нет ничего, что могло бы напомнить какой-то другой аромат. Аромат Герлен Монгерлен Эу де Пафюм соединяет в себе свежесть лаванды Карла. Это особая разновидность, которая культивируется в Провансе. Нега индийского жасмина, самбак и белого сандала из Австралии в сочетании с чувственной таитянской ванилью из Папуа, Новая Гвинея, создает неповторимый аромат, завораживающий аромат, который просто потрясает меня своей тонкостью и вместе с тем силой. Ну, просто попадание в яблочко, в десятку, в сердце, не знаю куда, это просто что-то великолепное и потрясающее. Сегодня я преподавала, сейчас уже 5 часов, я уже успела пообедать. И пока я работала с учениками, у меня там кое-что вкусненькое запекалось. Давайте покажу, что. И вот такую курочку в яблоках я делаю очень-очень часто, просто на обед или ужин. Только готовится она очень-очень быстро, просто маринуется, закладывается яблочками. Я показывала вам этот рецепт, оставляю вам его еще разочек, посмотрите, пожалуйста. Готовится она в обычном духовом шкафу, ничего сложного. К этой курице прекрасно подходит вот такой гарнир в виде салата из помидора со сметаной. Я его просто мелко режу и сверху добавляю немного базилика. Очень-очень вкусно получается. Это мои любимые приправы с iHerb, Simply Organic. Я оставлю вам ссылочку на них, посмотрите, пожалуйста. Там просто миллион-миллион различных приправ, очень качественные. И вот такие вот хлебцы, это ржаные бородинские. После еды буду принимать свои витамины. Это Салгарский, Nails and Hair. Запиваю обычной водой, я не часто пью вино, ну, примерно раз в 2-3 недели, может быть, всего лишь полбокала. Сейчас я читаю «Жизнь Ренуара». Это очень красивая книга. Я очень люблю этого художника. Кстати говоря, смотрите, что у меня вместо закладочки, это билет в Питерский музей, Исаакиевский собор. Летом мы были в Санкт-Петербурге всей семьей, снимали об этом влог. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Жду возвращения дочки. Она очень любит манго, поэтому приобретаю для нее и вот так кладу, чтобы она порадовалась, когда приходит из колледжа. Кстати говоря, рядом у меня всегда находится крем для рук на кухне. Сейчас у меня крем бюджетный. Это Белита. Вот так эта серия выглядит. Но, в принципе, он не дает очень хорошего увлажнения, к сожалению. Но смотрите, какая удобная туба с дозатором, поэтому он у меня стоит. Я часто очень им пользуюсь именно на кухне. Вы спрашивали у меня, какие книги я читаю. Теперь я буду вам периодически показывать, что я читаю, что меня интересует. Сейчас, как вы поняли, это Ренуар, «Жизнь Ренуара». Отличная книга. Я очень люблю книги, которые написаны хорошими такими специалистами. Это старая книга, в 79-м, кажется, года издания. Она досталась мне еще от бабушки и дедушки. Так что, да, я берегу эту книгу. Мне она очень нравится. И с удовольствием периодически ее перечитываю, получаю такое эстетическое наслаждение. И каждый раз, когда я читаю про то, как жили люди в 19 веке, я понимаю, что нам нужно быть благодарными за то, что сейчас у нас есть лекарства, что наши дети не умирают, в отличие от братьев и сестер Ренуара. Он был четвертым выжившим ребенком в семье. Так что, да, нам надо быть благодарными. Это однозначно. Сегодня я не стала включать никакое дополнительное освещение. Мне кажется, и так довольно светло. Я надеюсь, вы видите мой экспериментальный вариант макияжа. Давайте я к вам поближе. Если этот вариант вам понравится, я сделаю для вас отдельное видео с вот таким вот зеленым цветом. И кое о чем хотела сегодня с вами поговорить. А именно, вчера после того, как я прошлась по магазинам, приобрела все это для себя, я присела в кафе, просто потому что ждала мужа. Он как раз заканчивал работать и планировал за мной заехать в этот торговый центр. Он располагается не так далеко, в принципе, от того места, где он работает. Я обычно заказываю безалкогольный коктейль, какие-нибудь мидии или роллы, ну что-то такое, легкое на перекус или какой-то салат. И, соответственно, его жду, когда он за мной подъедет. За соседним столиком сидела пара молодых женщин. Вначале они что-то, ну как бы между собой обсуждали, но было все равно слышно. Меня поразило, ну я вначале думала, что мне кажется, что они прямо через слово употребляют нецензурную лексику, через слово. Потом, когда они стали немного выпивать алкогольные коктейли, потом еще алкогольные коктейли, потом еще алкогольные коктейли, они стали уже довольно громко говорить. И тогда я с удивлением поняла, что вот так разговаривают, вот на таком интересном, неожиданном, на мой взгляд, для меня лично языке разговаривают два педиатра. Да, вы не ослышались. Эти молодые женщины работают в московских поликлиниках и лечат детей. Это, пожалуйста, сейчас без обид, это не относится ко всем врачам, которые меня смотрят. Я уверена, ну я хочу, по крайней мере, надеяться на то, что вы так не разговариваете вне работы и вне семьи. 14 февраля было, да, и далее за соседний, единственный в тот момент свободный столик подсела парочка молодых людей, девушка и молодой человек, и, видимо, он, ну, пригласил ее в этот день в кафе. Каково же было мое удивление, когда они стали говорить точно на таком же языке. Причем, вы знаете, настолько громко и тоже так же бесцеремонно, что я просто подумала, что, ребят, у меня кто-то разыгрывает. Вот специально ко мне садятся те люди, которые матерятся. И я была просто в шоке. Ну, хорошо, если еще от молодых людей, которым, ну, может быть, лет по 20, можно ожидать, когда они вне каких-то стен учебного заведения, вне контроля родителей, вне взглядов их знакомых могут так разговаривать. Ну, к сожалению, да. Ну, то есть давайте не будем идеализировать нашу молодежь. Да, действительно, сейчас не редкость, когда молодежь так разговаривает. Но детские врачи, я не знаю, я ничего уже, наверное, не понимаю. Я поделилась об этом с мужем, когда он за мной заехал. Мы попросили, чтобы нам приготовили пиццу для дочки. Она любит там определенную пиццу. А нам быстренько ее приготовили, мы ее забрали и поехали. И я поделилась с ним своими ощущениями странными. Я спросила, как ты думаешь, то есть вот это что-то нормальное, ненормальное, или это вот вообще все теперь так живут? Потому что, ну, я бы не хотела, чтобы моего ребенка лечил вот такой педиатр. Даже если она при ней на приеме вот так не матерится. На что он мне ответил, ты знаешь, я думаю, что, конечно же, все зависит от условий в детстве. Наверное, у этих девушек, у этих женщин вот так разговаривали родители. И неважно, где они родились, на севере, на юге, в другой стране, здесь, в Москве. Но они продолжают нести вот этот вот уровень их культуры, ну, бескультуре, неважно, как это называется. В своей жизни, да, наверное, они сдерживаются, ну, естественно, они вынуждены держать себя в руках на работе с пациентами. Ну, возможно, дома они также свободно разговаривают. Просто матом, представляете? Было бы очень любопытно узнать мнение врачей, кто меня смотрит. Как вы думаете, это каким-то образом отражается на качестве его работы, вот врача такого, или нет? Вы считаете, нет? Ну, мне кажется, на качестве работы слесаря вот такая речь не отражается. На качестве работы дворника не отражается. Ну, вот по поводу врачей, что вы думаете? Может быть, мне не стоило так напрягаться, не стоило менять столик, просить освободить для меня зарезервированные, потому что мне было, ну, просто неприятно слышать эти громкие крики пьяных женщин. Но вначале они были трезвые, да, и вначале они говорили точно так же. В общем, ребята, скажите, пожалуйста, свое мнение. Для меня это важно, как для педагога. Для тех, кто со мной сегодня в первый раз и просто случайно попал на видео с покупками, если вы удивлены, что я поднимаю такие темы, да, друзья, для меня это важно. И я говорю со своими любимыми зрителями, с вами, на те темы, которые актуальны и важны для меня. Мне интересен вот такой формат видео. Я знаю, что вам тоже, поэтому очень благодарна вам за то, что вы меня в этом поддерживаете. Для тех, кто интересуется ораторским искусством, актерским мастерством, техникой речи, я снимала несколько таких видео, которые помогают ораторам, помогают начинающим, тем, кто выступает, какие-то публичные выступления, возможно, студентам и школьникам, для того, чтобы сделать свое выступление буквально у доски или при защите диплома или курсовой, более такими свободными, адекватными, сосредоточенными и интересными для тех, кто их слушает. Да, еще хотела вам сказать, вы задаете мне вопрос, а где вы посмотрите вот такое видео, а вот такое видео. Вы знаете, я для вашего удобства разделила все видео на плейлисты, то есть папки. Наверху, когда вы смотрите канал в целом, есть кнопочка видео и рядом кнопочка плейлисты. Если вы нажмете на плейлист, вы увидите, что там все распределено по названиям. И таким образом вы можете нужную для себя тему просто найти в нужном плейлисте. И так будет удобнее, вы можете прокрутить все видео в одном плейлисте, спокойно смотреть их друг за другом, и вам не придется просить меня направить вам информацию о том или ином видео. Хотя, конечно, если вы что-то не нашли, я с удовольствием вам помогу. Что ж, друзья, спасибо огромное, что вы были со мной, спасибо за ваше внимание, за ваше участие. Я всегда вам очень признательна. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok